Друзья мои, всем привет! Вот это видео хочу начать с того, что я смотрю в прошлом видео оценили все звук прям на 5 баллов, нет, даже на 6 баллов оценили. Ну, что поделать? Микрофон повесил вот сюда, получается и ветер дует, и я говорю. Короче, получилось, не понять что. Да, я это уже понял, когда был дома возле компьютера, ну не пойду же я переснимать видео. Поэтому что есть, что есть, то есть. Так, значит, я вам хочу напомнить, что я занимаюсь проверкой автомобиля перед покупкой, проверяю автомобили в городе Владивосток. Да вообще, в принципе, во всем, во всем Приморском крае, как пробежные автомобили, так и без пробежных автомобилей, проверяя автомобили не только на вторинке зеленый угол. Не только, еще раз повторяюсь, везде. Вот, за более подробной информацией пишите мне в WhatsApp. Сразу хочу сказать, в WhatsApp не ответил, друзья мои, значит я занят. Значит я занят, как я буду свободен, в WhatsApp я вам отвечу. Отвечаю на самый популярный вопрос. Да, почему вся переписка ведется именно в WhatsApp? Ребят, ответ на этот вопрос очень и очень простой. Потому что в WhatsApp сохраняются все сообщения. Буквально вчера я выкладываю он статус, да, в WhatsApp. Не помню, что там было. Ну и, короче говоря, приходит мне ответ по этому статусу. То, что вот купил машину через подборщика, а машина оказалась, ну, короче, типа ржавенькая машина оказалась. Я давай искать переписку. В общем, я поднимаю переписку, а там четко, ясно сказано в этой переписке, да, то, что задняя часть автомобиля, снизу машина обработанная. Обработанная. И что скрывается под вот этой обработкой, я не вижу. Собственно, вот один элементарный пример из вчерашнего дня, почему вся переписка идет в WhatsApp. Ладно, друзья мои, к нам пришло очень много автомобилей на продажу, очень много. Сегодня я хочу поговорить о Хондах. Покажу энное количество автомобилей, в каком состоянии, с какими оценками, какие пробеги и, конечно же, сколько они стоят. Так, значит, с чего начнем? Ну, начнем с того, что сейчас проговорю, а дальше пойдем на вторинок. Значит, есть фиты в продаже автомобилей от 2014 года, ребят. Значит, цены. Итак, свежий кузов, гибридные версии, это где-то от 915 тысяч рублей. Гибридные версии, свежий кузов. Автомобили 4WD с двигателями 1,3 тоже где-то от 19-915 тысяч рублей. Значит, передний привод гибриды от 820 тысяч рублей. Вот, сейчас пройдем на вторинок, покажу автомобили. Есть самые популярные автомобили, это Хонда Фри. Средняя цена на такой автомобиль 900 тысяч рублей. Ну, 870-930, все зависит от состояния, от комплектации, от пробега. Это 2014-2016 года. Визеля очень много максималок из Z-комплектации. Z-ка это максимальная комплектация. Вот. Что касается визелей, то они стоят где-то в среднем. Гибриды 19-й год, пробег 60-100 тысяч. Средняя цена 1 миллион 550 тысяч, 1 миллион 650 тысяч. Фиты, шатты 750-760 тысяч. Степы есть свежие, 1 миллион 800-2 миллиона 50 тысяч, да. Ну, в общем, давайте идем на вторинок, идем на вторинок, смотрим цены. Давайте начинаем с вами, ребят. Итак, значит, это Фит, Хонда Фит. Хэтчбэк такой от Хонды, самый-самый популярный. Автомобиль 2018 года выпуска. Стоимость автомобиля 1 миллион 95 тысяч рублей. Объем двигателя 1,5 литра. Коробка передач здесь идет робот 110 лошадиных сил. Пробег на автомобиле 22 тысячи километров. Аукционная оценка идет 4 балла. Гибрид. Значит, вот такие вот штатные колпаки у него идут. Хондовские. Размер колес здесь идет 185-60 на 15. Повторители, бесключевой доступ. Ну, и такой интересный, интересный прям коричневый цвет. Спойлер, метла, ветровики. Салон не кожа, салон идет на тряпки. Чистый, аккуратный. Значит, когда робот, когда гибрид, вот такая вот ручка, селектор, переключение передач идет вот такой вот. Второе сиденье. Обратите внимание тоже на состояние салона. Все как новенькое. Фит, конечно, большим объемом багажника, как видите, как машинки стоят. Не открыть. Так у конь кроссовера минивена похвастаться не может, но тем не менее, довольно неплохое багажное отделение. Поэтому вот с этой стороны уже двери так пошире открывается. Посмотрим. Трансформация салона происходит вот таким вот образом. Ну, не буду уже убирать. Получается ровный пол. Также, значит, второй ряд сидений. Сидухи у нас поднимаются. Можем перевести все, что угодно. Система безопасности. Вот здесь находится у них номер кузова. Сидение у нас вперед-назад. Есть лифт сидений. Бардачок, ручник. Здесь идет полный, полный мультируль. 1 миллион 95 тысяч рублей. Хорошая магнитола. Магнитола Газерс, естественно, здесь есть. Кнопка старта. Аукционный лист. Пожалуйста, проверяйте. 4 балла, 22 тысячи пробег. Кузов идет у автомобиля. Весь целенький. Дальше, смотрите, у нас идет кроссовер от Хонда. Это Хонда Везель. Это максимальная комплектация. Максимальная комплектация Z. Кузов. Кузов здесь идет... Так, немного сбился кузов. Значит, здесь идет РУТ-3. Полтора литра. 132 лошадиные силы. Коробка передач. Здесь идет робот-гибрид. 4,5 балла. Пробег на автомобиле 89 тысяч километров. То есть, фары идут линзованные. Идут здесь туманки. Такое нештабное красивое литье. Хорошая летняя резина. Размер колес здесь установлено на данном автомобиле 225,45 на 18. Также есть повторители. Z-ка, значит, у него, у ней идут рейлинги. Есть бесключевой доступ. Установлены, установлены ветровики. 14-й год. Стоимость автомобиля 1 миллион 275 тысяч рублей. Значит, они есть. Не гибридные версии. Есть гибридные. Ну и, соответственно, есть автомобили 4 ВД. Вот пришел автомобиль без метлы. Значит, здесь, соответственно, багажное отделение уже идет увеличенное. Больше, намного больше, чем у фита. Такое, знаете, объемное. И что мне здесь нравится? Здесь нет пластика. Имеется подсветка. Можно поставить полку. Но полки мне не особо нравятся в фитах. Они, ну, такие вот смешные. Z-комплектация идет на коже. Да, тысалон здесь идет кожаный с кожаными вставками. Трансформация сиденья второго ряда такая же, как на фитах. Да, то есть сиденья у нас опускаются в ровный пол спинки сиденья. Ну и также сидушка она у нас поднимается. Поднимается наверх. Мне вот, ну, знаете, такое удачное решение. Прямо удачное решение у Хонды. Дальше, значит, обогрев зоны дворников. Руль идет кожаный, полный мультируль, электронный ручник, брейк-холл, кнопка спорт. Когда мы включаем кнопку спорт, автомобиль у нас полностью переходит на работу бензинового двигателя. Да, то есть гибрид у нас не работает. Ну, также все на климате, полный руль. Итак, это 2014 год. Гибрид Ру-третий кузов, полтора литра, 132 лошадиная сила, коробка передач, робот Z-комплектация, 4,5 балла, 1 миллион 275 тысяч рублей. Ну, и, конечно же, я вам не показал аукционный лист. Сейчас самому покажу. Четыре с половиной балла. А, извиняюсь, ребят, смотрите, четыре с половиной балла, да, есть замена двери. Почему замена двери? Да, окрас и, ну, допустим, замена двери. Почему у нас не РК? Потому что сделано хорошо. То есть, сделано реально все достойно. Был бы какой-нибудь залипон, хреново сделали бы, дали бы РК. Рядом стоит Honda Fit Shuttle 1.3 гибрид, 88 лошадиных сил, привод идет передний, пробег 90 тысяч. Стоимость автомобиля 780 тысяч рублей. Значит, также установлены туманки, повторители, тоже стоит нештатное литье, летняя резина. Бывает, приходят автомобили, да, где резина требует замены. Хотя нет, нет, это издалека, я смотрю, извиняюсь, ребят, резина здесь практически, практически новая. Так, ну, я хочу напомнить, помимо того, то, что мы здесь автомобили проверяем, продаем, привозим, да, то есть, также можем привезти автомобиль с аукционов Японии под заказ, именно под вас. Поэтому, друзья, звоните, пишите, обращайтесь, всех проконсультирую. Сейчас, кстати, по логистике все улучшилось, машины приходят намного, намного быстрее. В среднем это месяц-полтора. Огромное багажное отделение, да, по бокам у нас здесь есть пластик. Вот здесь спрятался у нас ремкомплект, насос. Так вот оно открывается. Здесь прячется домкрат. Оп, здесь, что хочешь, можно перевезти в этом автомобиле. Опять возвращаемся к Хонде, да, и давайте вот здесь уже сложу. Вот таким вот образом получается ровный пол. Опять же, забираем, фиксируем, грузим. Полный руль, есть подогревы, эко-режим, анти-юз, магнитола стоит здесь обычная. Собственно, подкапотное пространство. Каких-то автомобилей на дроме нет. Это Фрид Плюс, тоже многие спрашивают именно плюсом Фрид Плюсы. 18-й год, стоимость автомобиля 1 миллион 265 тысяч рублей. G-комплектация, объем двигателей 1,5 литра, 131 лошадиная сила, передний привод, вариатор. Это не гибридная версия, пробег на автомобиле 90 тысяч километров. G-комплектация идет на штатном литии, летняя резина. Также идут повторители, бесключевой доступ, боковые двери идут электро, кожаные вставки, чистейший салон. Значит, второе сидение у нас двигается вперед-назад. Это тоже очень удобная такая функция. У автомобиля сидения складываются, ровного пола у нас не получается. Вставочки идут под дерево, есть подлокотники, очень удобно. Аукционный лист. Дерная карта, сверху идет кожа, снизу идет пластик и куча-куча мелких ниш, да и мелких каких-то кармашков. Сзади метла. Так, откроем. Ребят, миллиметраж не откроем. Вот, смотрите. Такое вот багажное отделение. Значит, стоимость автомобиля 1 миллион 265 тысяч рублей. Где-то еще один стоит, такой Фрид Плюс. Сейчас найду его. А вот, нашел он в самом начале стоит. Тот у нас был 18-й год. Это 17-й год. Также полтора литра, 131 лошадиная сила. Пробег 97 тысяч, 1 миллион 130 тысяч рублей. Без литья, летняя резина, ветровиков нет. Ну и комплектация у этого идет попроще. Зато вижу, есть два ключа. Так, аукционник сюда не положили почему-то. Да, двери у него даже идут не электро, но зато цена. Цена берет свое. Знаете, кто-то гонится за максимальной комплектацией, да? Прям за максимальной. Хочу ездить на автомобиле с максимальной комплектацией. И готов с Японии заказывать машину с большими пробегами. И здесь покупать с большими пробегами. Но я вот как-то все-таки именно за, знаете, за техническое состояние автомобиля. Хотя, я сужу всегда по себе, люди разные. Иной раз, знаете, машину проверяешь, смотришь. Ну, там реально, там живого места на автомобиле просто нет. Блин, там машина собрана из трех из четырех автомобилей. Шпакли, все менино, все кривое. Да, и удивляюсь, что такие автомобили, блин, их просто покупают. В общем, посмотрите, какое огромное количество у нас автомобилей. А вот, ну, сегодня у нас, сегодня у нас Хонды. Это у нас идет Инсайт. 2011 год, полтора литра, XL комплектация, пробег 78 тысяч. Аукцион 4 балла. Штатное литье у него, туманки. Полтора литра, гибрид. Оп. Сидение, кожаные вставки, кожаный руль. Руль идет полный. 4 балла, кузовщина абсолютно вся, целая. 78 тысяч пробег на автомобиле. Ага, не откроется. Тоже такой хороший, практичный, надежный хачбек от Хонды. Еще и модный такой с блестяшками идет. Хонда Шаттл автомобиль, который набрал прям огромную популярность. Просто огромную. 15-й год, стоимость 1 миллион 15 тысяч рублей. Иксовая комплектация, полтора литра, гибрид, 110 лошадиных сил, передний привод, коробка передач, идет робот. Пробег на автомобиле 90 тысяч километров. Вот рядом у нас еще стоит Фрид. Сейчас к Фриду подойдем. Итак, значит, что у нас здесь есть? Система безопасности, есть ветровики, туманок нет, литья нет. Ну вот о чем я говорю. Резина, да, вот этот автомобиль пришел. Резина здесь идет, конечно же, под замену. Бесключевой доступ, белый перламутровый цвет. Шикарный внешний вид. Большой багажник, сзади метла, гибрид. Полноценный гибрид, друзья мои, полноценный. То есть, если мы берем, допустим, Фрид. Да, вот Фрид стоит гибрид, сейчас мы его рассмотрим. Это идет не полноценный гибрид. А Шатты свежие, Фиты свежие, они пошли полноценные. То есть, когда автомобиль едет на гибриде, когда автомобиль едет на батарее, поршневая группа двигателя, она не работает. Полный руль, руль идет кожаный. Опа, так, не знаю. Ключики есть. Автомобиль завелся. Место, в принципе, нормально здесь. Пробег 138 тысяч. Опять же, газа, вот это холодная магнитола. Ой, холодная магнитола. Хорошая, ребят, магнитола. Климат-контроль, обогрев зоны дворников. Такой вот полноценный гибрид. Полноценный гибрид от Хонда. Рядом, смотрите, степ стоит. Следующий мини-мен это Хонда Фрид, Хонда Фрид, Хонда Фрид Спайк. Это, наверное, самый-самый популярный автомобиль, который, ребят, постоянно вообще находится в поисках, которые постоянно возим с Японии. Короче, Хонда попала в топчик именно вот с пайками, Фридами. Относительно недорогой автомобиль. Хороший, надежный, мотор здесь сидит просто, просто блинеубиваемый. Итак, это 16-й год, полтора литра. Гибрид, напоминаю, гибрид неполноценный. Гибрида идет 88 лошадиных сил, коробка передач, вариатор. Если автомобиль идет 4 воды, то там идет автомат, пробег на автомобиле 90 тысяч, 90 тысяч километров. Практически новая летняя резина, без ключевого доступа, ветровики. Но он идет на максималке. Прям на максималке. И батареечка, наверное, у нас села в ключе. Да, батарейка села, аккумулятор. Оп! Вообще не хочет реагировать. Друзья мои, не все, не все автомобили выставлены вот здесь, на, у нас на дром, да. Поэтому, ну, если вас что-то интересует, вы можете писать, как бы спрашивать. Но большая просьба, да, писать именно по существу. То есть, просто так там позвонить, написать, а сколько стоит, сколько стоит то, сколько стоит это. Ну, не надо. Да, то же самое касается и расчетов автомобилей именно с Японии. Когда вот вы уже, ну, прям готовы, да, заказать автомобиль. Либо здесь, в Владивостоке, либо там заказать автомобиль с Японии. Тогда спрашивайте. Просто так, я там соберусь, приеду через полгода, через полгодика, да, либо там в июне месяц. Ну, вы просто тратите, как бы, свое время, да, и мое время. Потому что мы не знаем, что будет через месяц. Мы не знаем, что будет завтра с ценами, с курсами. Курс у нас постоянно скачет туда-сюда. По большей части в большую сторону, да. А что будет в июне месяце, ну, я, к сожалению, не знаю. Давайте сейчас посмотрим на вот это вот красавца с дугами. Итак, это Honda Stabogon. Honda Stabogon, 18-й год, это тоже хит от Honda. Ну, как бы вот именно вот этот кузов, он еще не набрал такую популярность, как, допустим, спада предыдущего кузова, да, когда они появились. Полтора литра трубовые. Вот, как тем он. Я обязательно вам сейчас покажу. Но, тем не менее, данный автомобиль, вот именно вот этот кузов набирает огромную популярность. Итак, полтора литра, 150 лошадиных сил, вариатор 64 тысячи, пробег 1 миллион 810 тысяч рублей. Штатное литье, есть дуги на крыше, повторители, бесключевой доступ, хорошая летняя резина. По низу идет такой обвес плавненький, сзади спойлер. Крышка багажника, не крышка багажника, дверь багажника открывается в двух положениях, она ломается. Тоже очень удобно, то есть ее можно поднять, задрать. Проходим, проходим наверх. В данный момент третий ряд сидений, он сложен. Естественно, мы его можем с вами поднять, разложить. В принципе, даже взрослый человек сможет спокойно, нормально разместиться на третьем ряду сидений. Не знаю, зачем здесь три таких подстаканника, а с этой стороны два подстаканника. Значит, фишка здесь в чем? Так вот, давайте по-другому все вам покажу. Закрываем. Значит, камера заднего вида есть, дворник есть. Вот так она ломается. То есть, сюда подходим, откидываем. Здесь вот такой вот специальный коврик, ногу сюда ставим, туда проходим. Кстати, то же самое есть и с этой стороны. Да, чтобы выйти с автомобиля, то есть можно самому открыть дверь, изнутри открыть дверь багажника. Вот здесь есть кнопочка. Согласитесь, такое хорошее решение от Хонда. Удобная, функциональная. Огромный салон, огромнейший салон просто. Второй ряд сидений. Естественно, он ездит вперед-назад. Сделано все для удобства пассажиров. Есть столики, есть монитор, шторки. По-низу идут подстаканники, регулятор печки. Дверная карта тоже раз, два, три, четыре такие вот ниши. Здесь идет управление стеклоподъемниками, зеркалами. Можно заблокировать двери. Посадка очень удобная в данном автомобиле, высокая. Не знаю, мне нравится посадка автомобиля. Вот в Хонду, в Спайк, во Фри. Допустим, в Шаттл ты садишься, в Шаттле ты проваливаешься. А здесь, пожалуйста, я подхожу. С первого раза я сажусь в автомобиль. Фиты там, ну вот как-то сел, что-то туда-сюда. Жопа, блин. Не знаю, здесь вообще все. Посмотрите, какая просто идет огромная магнитола. Заведется, заведется. Огромный монитор. Да, то есть здесь лицевая вот эта вот панель торпеда от предыдущего кузова, она немножко отличается. Полный руль, круиз-контроль, две двери. Сверху имеется у нас бардачок, раз бардачок, два бардачок, пульт спрятали. Регистратор, то что регистратор пищит, он требует SD-карту. Ну и магнитофончик тоже, смотрю, требует SD-карту. Ну, согласитесь, круто. Нереально круто. Да, не все функции выполняет. Значит, пробег на автомобиле 64 тысячи, 64 тысячи. Аукционный лист. Аукционный лист идет 3,5 балла. Но 3,5 балла, потому что идет хондовский аукцион. По факту, да, вот по факту, ну, он абсолютно целый автомобиль. Абсолютно целый. И то есть какой-нибудь другой аукцион даст совсем другую оценку. Это знаете, как бывает то, что в Японии что же есть перекупы? Перекупы автомобилей покупают, там подделал, там подделал, там царапинку какую-то убрал, еще что-то убрал. Машина попадает на другой аукцион, на другой аукцион и выставляется совершенно с другой, совершенно с другой оценка. Так, ну, что у нас тут еще стоит на Исхон? Пойдемте посмотрим тоже степа, только предыдущего кузова, предыдущий кузов. Сейчас все-таки хочу показать вам новинку такую от хонды, автомобиль эти начинает у нас появляться. Итак, друзья мои, это хонда цивик, 18-й год, стоимость автомобиля 1 миллион 685 тысяч рублей, бензин полтора литра. Мощность двигателя здесь 182 лошадиные силы, пробег 50 тысяч километров. Туманки, сонары, штатное литье, хорошая летняя резина, такой автомобиль, на котором будете выделяться. Полная эта система безопасности, повторители, бесключевой доступ, ветровики имеются. Посмотрите, задняя часть автомобиля. Такой агрессивный внешний вид у автомобиля. Чистенько все, аккуратненько, прям вот приятно смотреть. Обратите внимание, как оформлено здесь сидение. Кнопка старт, полный руль, ключ вижу, один здесь. То есть центральная панель, да, так своеобразно все сделано, интересно. 50 тысяч пробег на авто, а вот он аукционный лист у нас лежит. Да, 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 50 тысяч пробег, идеальное состояние кузова. 4 балла автомобиль, значит, темный потолок, аэрбэги, пищалки, все есть. Давайте, напишите в комментариях, да, следующее видео. Следующее видео выйдет, наверное, у нас в воскресенье, либо в понедельник. Я почитаю ваши комментарии. Ребята, отвечай на все комментарии, на все нормальные такие комментарии. Да, на не понять что, не отвечаю. Вот, что снимать? То есть сегодня у нас с вами Honda, кстати, Honda практически все закончились. Вот я все машины, допустим, там все цивики, все визеля, все степы не снимал, да, то, что есть. Поснимал просто, ну вот, модельный ряд от Honda. И пишем в комментариях, что у нас следующее. Может быть Toyota, может быть Nissan. Показываю автомобиль, подзабыли, подзабыли, друзья мои, про данный автомобиль. Это Honda Grace, полноценный гибрид, гибрид от Honda. То же самое, то, что Fit. В 2018 год, 1 миллион 215 тысяч рублей. Полтора литра, гибрид 110 лошадиных сил, коробка передач робот, пробег 30 тысяч, а аукционная оценка, 4,5 балла, 1 миллион 215 тысяч рублей. Только это седан. Светлый салон, знаете, он такой интересный, то есть все идет черное, здесь уже черное и такие светлые вставки. Чисто, аккуратно, приятно. Четыре с половиной балла автомобиль. Полный руль, кожаный, селектор вот такого плана, климат, опять же Gazers, 30 тысяч пробег и шикарное состояние автомобиля. Четыре с половиной, ВБ, 30 тысяч, номер лота, пожалуйста, пожалуйста, смотрите. Как же вам не показать фита в стареньком кузове, друзья мои? Двенадцатый год, 635 тысяч, 1,3, 99 лошадиных сил, передний привод, пробег на автомобиле 78 тысяч километров, аукционная оценка, 3,5 балла. Коробка передач идет здесь вариатор. Тоже в свое время хит-продаж. Оп, тоже не получается. Смотрите, автомобиль 12 год, 12 год, а вот такой пробег на автомобиле. И вот такое состояние салона. Он идет на ключе, два ключа идет. Итак, 12 год, 3,5 балла, пробег 78 тысяч, 635 тысяч рублей. Друзья мои, смотрите и смотрите, где находится наша стоянка. Да, то есть это самый конец авторынка. На авторынок заехали, едете прямо по дороге. Вот это вот 11-я стоянка. Самый-самый конец рынка. Также, ребят, сегодня немного поговорим о пробежных автомобилях. Да, стоит покупать такие автомобили или не стоит. Вот на примере данного автомобиля. Кстати, этот автомобиль продается. Продается он от первого собственника. Первый собственник нам сейчас расскажет. Татьяна, почему вы продаете свой автомобиль? Я уезжаю, поэтому хочу продать свой автомобиль. Ну, вкратце, год, привод, оценка, пробег. Где покупался, что билось, что красилось? Машина везлась с Апони, лично для меня. Она не битая, не крашеная. Оценка 4,5 балла. 13-й год. Передний привод. На машине стоит новая зимняя резина. Хорошая сигнализация Starline с автозапуском с телефона. Она здесь чуть меньше года. В апреле, по-моему, в апреле она приехала сюда. Короче, практически, практически беспробежный автомобиль. Ну, собственно, в этом и плюс, да? То есть вы покупаете, вы покупаете пробежный автомобиль. Здесь уже установлена сигнализация. В принципе, здесь уже сделано все, что нужно было делать. То есть машина полностью обслужена. Сигнализация, литье. Есть резина. Так, а во сколько она обошлась? Обошлась она в миллион сто пятьдесят. Миллион сто пятьдесят тысяч. В общем, Жук такой, ну, я называю их это популярный женский кроссовер. Как-то мужчинам он, честно, не очень подходит. Да, женщинам, да. Чистый, аккуратный салон. Его коврик, я вот эти коврики и чести люблю. Машина действительно вся целая. Она бьется по статистике. Я проверял ее лично. Смотрел ее по кузову. Смотрел ее по статистике. Абсолютно автомобиль не ржавый. Ну, в общем, все, как я люблю. Ну, и неплохая комплектация у автомобиля. Давай посмотрим, что он по входу у нас. Коробка передач из вариатор. Двигатель тоже стоят, в принципе, хорошие, неприхотливые. Вовремя обслуживает. Ничего с ним не будет. Итак, самый такой вынужденный вопрос. Сколько он стоит? Я его хочу продать за 880. А почему так дешево? За столько покупала, а отдаешь за 880? Потому что, когда я его пригоняла, как раз подскочил курс доллара. И она мне обошлась очень дорого. Ну, да. Те, кто помнит, да, когда в том году курс летел, как бы многие попали. И одна из них. Вот, да. Но, тем не менее, машина от этого хуже не стала. Поэтому, друзья мои, кому интересно, пишите мне. Я вас веду уже с продавцом. Так, ребят, ну и самое главное, мы не показали вам пробег. Да, пробег на автомобиле 57 869 километров. Настоящий аукционный лист. Я прикреплю. Ну что, на этой ноде будем заканчивать. Состоянка я уже уехал. Машин действительно огромное количество, большое количество автомобилей. Можете писать, не интересоваться. Друзья мои, но, еще раз повторюсь, огромная просьба. Просто так, ради интереса, сколько стоит то, сколько стоит это, не пишите. Пишите по факту. Если вы действительно ищете автомобиль, пишите. Буду консультировать. Буду отвечать на вопросы. Также, напоминаю, автомобили проверяем. Автомобили заказываем с Японии. Мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Всем пока, всем хорошего настроения.